Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. Но сегодняшняя беседа немножко отличается. Мне прислали вопрос. Вопрос следующий. Какая самая главная и повторяющаяся ошибка у многих современных миссионеров? Многие неправильно общаются с заблудшими. И, готовясь к ответу, я предложил вашему вниманию сегодня следующую цитату из Древнего Патерика. Говорили об Аве Макаре Египетском, что однажды, восходя из Кита на гору Нитрийскую, будучи близок к месту, он сказал своему ученику, пройди немного вперед. И когда ученик прошел немного вперед, он встретил Элина. Это был жрец Педала, который нес большую вязанку дров для служения и бежал. И закричав ему, брат сказал, ах ты демон, куда ты бежишь? И, вернувшись, жрец подошел к брату, нанес ему удары и оставил его наполовину мертвым. Потом, подняв дрова, он снова побежал, и, пройдя немного вперед, Ава Макаре встретил его и сказал ему «Здравствуй, здравствуй, трудолюбец». И жрец, удивившись, подошел к нему и сказал «Что доброго ты нашел во мне, что почтил меня приветствием?» Старец сказал ему «Я видел, что ты утруждаешь себя, но не знаешь ли ты, что ты утруждаешь себя напрасно?» Он сказал «Я умилился от приветствия и узнал я, что ты служитель великого Бога. Но другой монах, злой, которого я встретил, оскорбил меня, и я избил его до смерти. Старец узнал, что это был ученик его. И, взявши его ноги, упав перед старцем, жрец говорил «Я не отпущу тебя, если ты не сделаешь меня монахом». И они пошли к месту, где находился брат, привели его в церковь горы. И когда увидели там жреца, другие монахи, были изумлены. Они крестили его, сделали монахом, и множество эллинов сделались христианами из-за него. Ава Макарий произнес тогда слова «Слово худое делает добрых худыми». Подобным образом и доброе слово делает худых добрыми. И вот, на мой взгляд, эти слова Ава Макария – это должен быть девиз каждого миссионера. Сейчас много худых слов говорят на православном телевидении, на православном радио, православных изданиях, о сектантах, там, еретиках. И от этих слов делают их еще более худыми. И от этого они не становятся лучше. Вся эта брань религовеческая, она угодна дьяволу, его приспешником, потому что мы побеждаем. У нас есть всеоружие Божие, шлем спасения, щит веры, меч обоедострый, Слово Божие. Эти всеоружие Божие нам нужны. Найти доброе слово для сердца, пусть даже заблудшего и грешного человека, означает сделать его немного лучше. А вести себя, как вел себя вот этот молодой монах – это совершенно неправильно. Таким образом, мы видим в этой истории как бы два типа проповеди. Проповедь Авы Макария, проповедь добра, которая обращает языческого жреца в истинную веру, и абсолютно неудачная проповедь, точнее, ругань ученика его, который ничего хорошего не достиг своей руганью, а напротив еще был и побит разъяренным жрецом. Мне кажется, что очень важно, когда мы издаем какой-то материал, чтобы мы не допускали каких-то грубых выражений, резких выражений, потому что худое слово усиливает все худое в этом мире. Но когда мы находим добрые слова даже о чужих людях, это несет им добро. Находил ли Христос добрые слова для людей других вер, для сектантов? Находил. Это притча о добром самарянине. Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. У них альтернативное местопокладение, альтернативное духовенство, альтернативное даже пятикнижие было самарянское. А притча о добром самарянине – это доброе слово для этих людей, которое смогло их сделать добрыми, добрыми, чтобы они отстали от своего зловерия. И в первом послании Коринфянам, 13 глава, сказано «Имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И зачем нам эти книги, где нет любви? Зачем нам это ничто? Зачем нам эти методы, взятые с Запада, где содержится агрессия? Мы видим уже, как американцы, к сожалению, навязывают свой образ жизни, свой мир ценностей, свою религиозность, позиции агрессии. Западу свойственно развязывать крестовые походы, объявлять санкции во имя собственных интересов, не считаясь ни с какими нравственными христианскими принципами и моральными обязательствами. Неужели это для нас пример? Зачем нам сообразовываться с этим миром, принимать их методы? Апостол Павел пишет, не сообразуйтесь веком всем. Поэтому самая серьезная ошибка миссионера – это когда не в святоотеческой традиции он ищет ответы на вопросы, связанные с благовествованием. Поэтому, брат, задавший этот вопрос, сестра, которая интересуется этим вопросом, помните слова, что доброе слово делает худого человека добрым, равно как и злое слово делает доброго человека худым. И не забывайте об этом. Спасибо вас, Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.